Это были славные времена, о панораме говорили далеко за пределами Татарстана. Именно панорама в конце 90-х годов начала создавать серию документальных фильмов об истории Казани и Татарстана. Это были документальные картины уже нового уровня, с элементами игрового кино, огромное количество постановок, реконструкция событий. Авторам картины была важна каждая деталь. И мы с Андреем Владимировичем Кузьминым, нашим оператором, каждое утро одевались как в болотные сапоги, в какие-то там грязные куртки и лазили по подземелям Казанского Кремля. Первый раз телевизионщиков я видел на своих раскопках в 97-м году. Людмила Суганова часто стала навещать нас. Археолог Фаяс Хузин сегодня вспоминает, что ему выпала честь быть не только научным экспертом картины о тысячелетней истории Казани, но и сыграть там эпизодическую роль. Вот он сидит у костра на первом плане. По его словам, эти фильмы были сняты во времена, когда народ нуждался в рассказах своей подлинной истории. И панорама проводила этот своеобразный культурный и исторический ликбез. После просмотра этих серий фильма всем стало ясно, во всяком случае, суть наших исследований на территории Казанского Кремля. Поэтому я очень ценю панораму за любовь к истории. История очень важна. Она, во-первых, необычайно богатая. Мы там даже процента не знаем из всего, что из этого богатства. Скажем, как появилась Россия, Российская империя. Понятно, что она строилась русскими совместно с татарами. Там не было противостояния. Но важно в истории показать то, что объединяет, а не разъединяет.